Здравствуйте! Вы смотрите iNews в студии Андрей Соколов и в ближайшие минуты все самое интересное из мира высоких технологий. Более половины жителей Земли не имеют доступа в интернет. Таковы данные исследования консалтинговой компании McKinsey & Company. В настоящее время население нашей планеты составляет более 7 миллиардов человек. Из них доступ в сеть не имеют почти 4,5 миллиарда. Без интернета живут почти все жители Мьянмы, а именно 99%. Почти такой же показатель в Эфиопии и Танзании – около 98%. В Индии не имеют выхода в сеть 85% населения. Что интересно, в таких, по сути, развитых странах, как США и Россия, данные показатели также достаточно высоки. В частности, в Соединенных Штатах интернетом не пользуются около 20% населения, хотя технически они имеют доступ в сеть. Что касается России, то у нас этот показатель составляет чуть больше 38%. Как отметили авторы исследований, около 64% населения Земли, не пользующегося интернетом, живут в сельском местности. Здесь, как правило, плохо развита инфраструктура, образование, медицинское обслуживание, а также сохраняется высокий уровень безработицы. Уверен, подавляющее число наших зрителей имеет доступ в сеть. Всемирная паутина уже стала неотъемлемой частью современной жизни. ПК, ноутбуки, смартфоны, планшеты, вариантов доступа в сеть множество. И надо сказать, что в некоторых случаях люди становятся зависимыми от интернета. А как часто вы пользуетесь доступом в сеть? Примите участие в опросе в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества вы сейчас видите на экране. Результаты мы опубликуем в одной из наших следующих программ. Тем временем МВД России собирается потратить на мониторинг социальных сетей и электронных СМИ 24 миллиона рублей. Ведомство уже объявило соответствующий тендер, сообщает газета ведомости. В данный момент МВД уже использует информационно-аналитические системы новостной терминал глаз, призма, медиалогия и медиалогия закупки с 2012 года. Ведомство попросту собирается продлить лицензию на использование этих продуктов. Так, например, призма умеет выявлять в соцсетях и блогах в режиме реального времени основные информационные поводы, тренды, информационные атаки, аномальную активность и выявлять в первоисточнике распространения информации. Именно с помощью этой системы мониторят соцсети крупные чиновники и администрация российского президента. Другая система, новостной терминал глаз, должна собирать данные об основных событиях дня, о негативных и позитивных материалах, об МВД и его руководстве, о преступлениях против сотрудников МВД, о критике власти, протестах оппозиции и так далее. Жители Татарстана тем временем призывают бороться с автохламом во дворах и на улицах через народный контроль на портале государственных услуг республики. Обращения о разакомплектованных автомобилях на дорогах татарстанцы могут публиковать под категорией автомобили на дорогах, препятствующие проходу или проезду. О брошенных автомобилях во дворах домов можно сообщать под категорией автомобили вне дорог, препятствующие проходу или проезду. По заявкам татарстанцев ответственные службы осмотрят брошенные транспортные средства, установят личность собственников и затем примут решение о дальнейшей судьбе таких авто. Часть из них будет вывезена. На этом все. Смотрите iNews и будьте в курсе самых интересных событий из мира высоких технологий. Также много интересного вы можете узнать в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Ее адрес вы сейчас видите на экране. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго, до встречи.